У меня выразить свою радость, что мы снова возвращаемся к работе над курсом по политической философии. И сегодняшнее занятие будет совсем не из простых, потому что, в общем-то, тема, которой мы занимались до сих пор, последние практически два занятия, связанные с представлением пророков по поводу Иерусалима и Вавилона, эта тема сложная и очень сложная чертать, тем более, что эта тема в какой-то степени новая, то есть она не рассматривалась вот так вот отдельно, как предмет политической философии. Хотя, как мы сейчас убедимся, когда мы будем говорить про авторов, которые занимались политической философией в Средние века, они-то как раз эту тему, безусловно, не имеют в виду. Ну, я, во-первых, я вывесил на чате, значит, если не на чате, а на, так вот, страницу с материалами, секторами тезиса, я решил, что для, так сказать, проведения порядок этого курса, для его систематичности, было бы важно, значит, выкладывать тезисы основные. Вот я сейчас к настоящему моменту, значит, подготовил 10 таких тезисов, которые выложены, во-первых, на нашем форуме, и я приглашаю всех принять счастье в их обсуждении, потому что в этих тезисах я поставлюсь в концентрированной форме в поведении содержания курса. И сейчас я, то есть, страница, значит, для мозга, я так понимаю, что сейчас здесь виден 7-й и 8-й тезис, 9-й, 4-й, 10-й, 10-й, на следующей странице, я переведу страницу, конечно, скоро, значит, эти тезисы как бы должны подытожить как-то степень и материал, который мы знаем до сих пор, а именно библейскую концепцию государства и библейскую политическую мысль. Вот, и это огромная совершенно тема, и я, к сожалению, здесь почти в непрохоженной территории. Да, выключи видео, потому что звук плохой. Может быть, будет лучше. А как? Видео выключает так, да? Видео нажми на камеру рядом с тобой. Я приношу извинения. Вот сейчас видео закончилось, видео закатилось, да? Но я надеюсь, что сейчас выжим на меня лучше, да? Но... Вот, я постараюсь медленно греть, если это не влияет, а я подозреваю, что это не очень влияет, это я, может быть, верну, потому что люди, которые хотели меня смотреть, не потому что я тут такое показываю, но здесь не стоит лишать этой возможности. Значит, давайте я опять включу видео, и если мы почувствуем, что это мешает, то я тогда его выключу. Ну, в общем-то, я постараюсь говорить более лаконичными статами, и так, чтобы помехи... Да, чтобы помехи не очень мешали. Так, я хочу сказать, что тема Балелон и Иерусалим, она, безусловно, является совпадающей, в области физические способности не меньше, чем Афина и Иерусалим, или Афина и Александрия, о которой мы говорили, но это тем-то значительно менее разработано. По этой причине я для облегчения нашей задачи повесил здесь несколько тезисов, в частности, вот здесь есть 7-й и 8-й тезис, и на следующий статисты 9-й и 10-й тезис. Я сейчас попробую вспомнить коротко содержание этих тезисов, чтобы нам перейти к двум фундаментальным вопросам, которые мы должны заниматься на сегодняшнем занятии. Эти вопросы – это политическая философия, ну, не вообще христианство, если сказать, огромная тема, и почти весь наш курс, но конкретно идеи политические Жена Августина в книге «Ограме Божьем». И это тоже огромная тема, но я попробую ее в пределах наших задач, достаточно коротко ее коснуться. И вторая тема, которую мы сегодня начнем, мы продолжим на следующем занятии, это тема тоже страшно важная и большая – это политическая философия Альфа-Бига, великого мусульманского философа, также как Божьенного Августиния, можно назвать библиотеки философа, но в его случае оба этих философов завожили основания, по крайней мере, существенной части политических идей, политическое внутрение вот этих двух цивилизаций, в связи с мусульманской. Мы будем рассматривать не полностью, только той степень, в которой они относятся к нашему разговору, то есть к отношению концепции государства, как она выражена у Платона и Пиона, к тем, как она выражается у пророков, а также в вот этих двух мусульманских цивилизаций, в церкви Исламе. Первое, чего я хочу начать, это с того, что тема Вавилон и Иерусалим, она действительно весьма такая обновленная, в том отношении, как мы с вами видели на прошлом занятии, хотя бы Вавилонская башня, как некая система унитарного государства, в котором все одно, один язык, одна неразговоры, одна идеология, одна задача, и все это государство старается концентрироваться в одном месте и так далее. Такое государство не понравилось всеми ему, и он рассеял народы по всему миру, согласно вот этой легендии, этой тридцей про Илорковскую башню, и таким образом создал вместо одного единого унитарного государства множество, скажем, 70 государств, каждый из которых живет на своей земле, занимается своими какими-то своей национальной идеей и так далее. Это мы уже рассматривали, часто мы говорили о том, что уже в древних Миткашах говорится, что у каждого народа мира есть свой ангел, своя идея национальная, как подпутыводство ее назовут. Значит, и эта модель мира с семидрскими народами, ей противостоит другая модель мира, это модель единой империи, которая объединяет эти народы в качестве некой формы тоталитарного, унитарного государства. Этой идеей противостоит Иерусалим, но противостоит не в том смысле, что он ее отрицает, считает, что Вавилон это плохо, или Вавилон это какой-то негатив, зло, или что-нибудь в этом роде. Нет, это не так. Если бы это было так, то вообще не было бы этой притчи в Санатике, потому что все поколения, которые были злыми, они исчезли, предположим, уничтожил блок Варенпотопа, или еще что-нибудь в этом роде. Вавилонская башня это анбивалентная штука, она с одной стороны плохо, а с другой стороны хорошо, ведь это привез к единству, стремятся к объединению и тому подобное. Иерусалим, где он стоит в Вавилон, в этом контексте не тем, что он совсем специалист, что он антив Вавилон, а в том, что он в какой-то степени выражает идею единичности, то есть особенности. Иерусалим настаивали, что вот хорошо, есть 70 народов мира, скажем, единство народов, есть исключения, есть единичные случаи. Авраам является таким исключением, он человек не единства и единичности. И хотя в нем благословлятся все народы земли, но он выражает эту идею уникальности. И мы с вами говорили, что уникальность, она возможна в любой точке. Каждый человек уникален, каждый народ уникален и так далее. Но идея уникальности здесь в библейском тексте выложена в качестве идеи Авраама, а последствия идеи Иерусалима. И мы также говорили, что Иерусалим тоже обладает некой структурой, в частности вот эта конструкция Града Божия, которая в частности Белгория сегодняшняя Испожина Августинова, она, конечно, вытекает из Иерусалима. Это właśnie седьмой струм, который мы с вами рассматривали, который называет Иерусалим Градом Божиим. Я перенаражу страницу на наши девятые и десятые тезисы, которые как раз в частности десятые тезисы «Иерусалим город объединенный». Что такое город объединенный? Это город, в котором понимают разные на разных этапах. То есть вот есть скажем, такой этап первоначальный, например, в самом псалме город объединенный 122-го псалма. Иерусалим Кубра и Астас. Город, который в жирском роде. Кубра это значит Хабер это Тавалич соединена, соединена, то есть она в степени можно сказать город объединенный, в смысле сочиненный. Всякий, кто знает слово Хабер, он понимает что-нибудь Кубра. То есть Кубра это ну такой товарищенный, он не объединенный, в смысле Ягда, а скажем, Наш Кубра Ягдав. То есть Ягдав значит это выражение это выражение с одной стороны мудрственности, с другой стороны единства. Так вот в 122-ом псалме конечно же речь не идет по объединению верхнего и нижнего Иерусалима, а речь идет об объединении разных плен, которые входят в город через 12 пород и которые тем не менее представляют собой единство. И вот эта вот структура народа Израиля состоит из разных частей, из Иуды и Этраима или из 12 колен и так далее и так далее это идея вот этой вот множественности и единства она значит я вас на нем да? так вот таким образом получается что это объединение это не объединение вертикально объединение горизонтальное кстати говоря то что существуют лимиты это как бы некий признак того что для объединения разных необходимы исключения вот есть колена ледни которая никуда не сюда который не 12 который как-то связи с храм то есть место объединения то есть иными словами мы сейчас пожалуйста я вижу тут на красной структуре значит да так вот значит я хочу сказать что эта структура конечно по времени трансформируется уже под влиянием Пилона Александрийского который говорит под влиянием Платона что существует реальный город и реальный материальный город то возникает идея Верхнего и Нижнего Иерусалима которая выражена уже Медраша в Талмуде что есть Решавайм Шельмав то есть Выжний Иерусалим это как бы идеальный город духа духовности и материальный Нижний Иерусалим так вот Хубраб и Ярдап это значит что Верхний и Нижний Иерусалим они представляют собой единое целое и вот здесь я цитирую Медраж на 2-й псалум но только это известная Медраж что Всевышний говорит не войду в Верхний Иерусалим и не войду в Нижний Иерусалим то есть чтобы Бог вошел в город чтобы город стал духовным необходима чтобы он вошел Верхний Иерусалим который как-то ему он должен сначала люди должны следовать Иерусалим и так далее и так далее то есть с этими словами мы видим принципиальную традицию что Иерусалим должен быть объединенным городом и верхний и нижний должны быть сочинены в одно и другое Я хочу переходить я думаю что это одна из наиболее культивенциальных элементов политической философии иерусалима для того чтобы было и единство угодное с Иерусалим то люди не должны становиться одинаковыми они должны быть различными только именно таким образом они могут объединиться по-настоящему вот и здесь я хочу дальше также затронуть один очень важный вопрос это отношение царя священника и пророка это очень важная тема но это именно номер 9 потому что опять-таки в Илонской башне там царь Медрошой который выступал как бы и в качестве кого угодно он был едином начальником и он хотел также объявить с того что Маше отказывается быть современным священником и пророком и в конце концов выступает вместе своим братом аронам это уже первое и вообще эти пары являются основным клиентом в истории везде мы встречаем зубот так называемые пары значит Маше и Арон еще до этого Иосиф и его братья тоже Иосиф и Иуда и в конце концов это будет воспоминание сына Иосифа и сына Давида будут Гилельс и Шамай это всегда пары это связано с темно-самым единством множественности вот и здесь мы тоже знаем такую ситуацию что есть антимонортическая тенденция мы уже с вами читали что в книге говорим Маше предупреждает что царя не следует заводить а если уже заводить то он должен заводить такими условиями то же самое повторяется когда заводится царь встречается Шауль и это очень опасная ситуация это очень опасная ситуация для Израиля потому что это единство это монархия это единое правление и поэтому царь заводится царь Давид во-первых он очень странный царь во-вторых он выступает царь с того момента он начинается Шмуэль и Шауль потом Давид и Натан и так далее выступает царь в качестве оппозиции пророку и потом приходит пророк Ильям который выступает в качестве позиции царя вот эта царь пророк она является фундаментальной и пока царь не способен быть одновременно пророком и не способен вот подобный маршет который назван вот такой царь был царь в Израиле сказано как это не говорит иными словами проблема царства это очень острая проблема но значит в принципе то что здесь для нас очень важно то что царь он не является представителем Бога он не является воплощением Бога он не является сыном Бога он не является значит некой манифестацией Бога а царь как раз он наоборот является неким представителем народа который должен выполнить определенную функцию и как правило по отношению к другим царям будет государство к другим народам а не по отношению к Богу потому что в отношении к Богу есть пророк и пророк выступает у царя совершенно другая функция вот это важно потому что есть еще одна очень важная тема которую мы вернемся она здесь вверху значит второй страницы то что земля принадлежит Богу но она не дается царю царь или какой-то правитель не получает эту землю в никакой степени она передается народу то есть это идея что земля народу это идея именно абсолютно еврейская потому что именно народ защищает завет Бога и за это получает землю для того чтобы реализовывать этот завет отца это такой свуха народа который удобно отстаивает его интересы в таких ситуациях вот ну и конечно же у него есть определенные функции и по заветам международным Богом но это очень важный момент потому что например в последствии христианской культуры была выражена такая идея что на местнике Бога церковь она как бы имеет некоторое то ли прерогативу право на землю которое она передает в управление тем или иным так сказать земным царям царь получает землю не от так сказать народа а от церкви ну конечно в практике это не так но формально говоря так было и аналогичная ситуация в вашей степени в исламе потому что существуют некоторые циокрасии которые общие мунициплинические длини но власть мир получает мир шаг получает не от народа а от Бога непосредственно от Бога через посредством каких-то течений и так далее вот если вам удобно я надеюсь что не мешает хорошо господа я продолжаю значит теперь я хотел бы несколько минут посвятить вопросом потому что так может быть немножечко скомканно но для этого я выписываю свою цельницу чтобы максимально четко сформулировать вот эти идеи связанные с политической философией значит я хочу сейчас перейти уже европейским христианским мусульманским моделям политической философии значит но прежде чем перейти хотя бы у нас нету ли вопросов и вот сейчас я смотрю вопрос есть вопросы сейчас я поднимаю на эти вопросы мы читаем чтобы те кто не видел услышали значит авраам авраам потерпев воспитатель фиаско все 317 его оставили не оставили рисковатом которые идут по чисто росту соответственно принципу сегодня для выполнения народа из боев есть ги-юр абраам взял приобретенные души еще из арама почему ги-юр не удался абрааму смотрите я хочу вам сказать следующее что те люди вся история про абраама имперов это мидраж да у меня одним из главных принципов философизирования библейского текста является не женить пшатного сына на мидражной дуище значит я не готов сейчас рассматривать почему потерпел абраам текста если бы сам мидраж мне сказал что абраам потерпел текста тогда бы я мог как-то забраться в этом мидраше но абраам мидраж нам говорит другое что те веры те кто потерпел с юрейским народом тогда бы они были они те потомки абраама они те самые пуш которые не понимая который принимает всех народов эта идея но мидража имеет продолжение современной ситуации и любой человек который называется бен абраам сын абраама то есть я думаю что именно вот так можно создавать эту историю а другое дело если вы имеете ввиду почему все таки несмотря на этот мидраж про душ которые подсоединены абраамом почему все таки великий народ происходит от его потомков а не от поделитов я думаю это вопрос достаточно сложно и можно поговорить но я думаю что в первую очередь речь идет о том что то что называется великий народ это не только абраам это еще и Исаак и Иосифы братья это 12 колен это сложная комбинация которая образовалась в Египте которая включила также присоединившихся египтян которые присоединились к евреям когда выходили из Египта и вот этот англомерат он образовал вельский народ а по этой причине мы не говорим о агерах которые присоединились в те времена или другими так как мы не говорим о женщинах мы не говорим про дочек значит 12 колен кроме этих библейский текст нам рассказывает только о том что неважно а некоторые другие вещи выпускают поэтому я думаю что нет необходимости сейчас эту тему рассматривать следующий вопрос да значит меня просят уточнить по поводу мнения Талмуда что Машеха не будет это одно ее мнение которое вы скажете в Талмуде Талмуде всегда на 98-й конец отражается вопрос о Мессии страшно интересная штука и мне кажется это уже давно переведено на русский язык кстати Левинас выдающийся особо английский европейский французский русский не знаю еще более ранее и так далее вообще как бы что не нужно зацениваться на теме Машех это мнение не принимается другими модельцами но разные есть варианты что такое маршир там есть еще более смешная ситуация когда собираются разные ну ученые и каждый из них говорит что марширом является его учитель вот значит это тема большая но она немного на моей лекции хотя тема Мессии очень важная тема в литературе по поводу 122 псалма то что мы говорим что там есть две трактовки одна горизонтальная а вторая это вертикально нечто разумеется я с вами соглашаю что обе трактовки очень важны и для меня они оба одинаково существенно я бы с тобой поговорил еще наверное будет поговорить попозже но сейчас у нас уже нет времени ну по поводу разных расчетов конца времен или тема большая я уж точно не хотел бы в нее входить а я сейчас перейду к что сама тебе крайне важна везде и в принципе должна была обогонять у нас много времени и я призываю всех кому это будет интересно в форуме реагировать я так повешу там свои тезисы и тексты я надеюсь будут продолжать лететь здесь которые сейчас вывешиваю смотрите вот мы сейчас с вами хотим поговорить чуть-чуть важнейших книг европейской цивилизации это о гради божьем божьем тонны может быть по количеству буквы берет концепцию двух градов которые уже он идет с одной из из библейских Александрейского и эту концепцию он развивает в своем направлении а именно он говорит о том что существует два града град земной град божий и вот главное содержание этой книги именно подключено поднесению этих двух градов то есть их взаимодействие между собой значит я хочу сказать что преемнглой этой книги нельзя сейчас пойти мимо этого является очень такая интересная ситуация которой находился в момент написания этой книги а именно Рим который на тот момент уже начал так сказать приобретать черты святого города то есть и его какой-то степень за счет того что Рим стал столицей крестьянского мира то поэтому он постепенно как бы начался как свой город но как раз незадолго до начала пятого века Рим подвергается нашествию везготов разрушают и в том числе убивают всех кто придется и в том числе христиан и не христиан которые там были и так далее и в этот момент Важен Августин который сейчас воспринимается такой он епископ правда не в Риме а в Африке и значит он так сказать себя считает одним из ну пастырей так сказать христианского мира отвечает вопрос а собственно почему город который так сказать святой подвергся такому уничтожению разрушению наказанию потому что мы могли до этого сказать что ну вот Иерусалим не принял Иисуса поэтому он был разрушен и повторял что Иерусалим был ответ но евреи были отвергнут именно то что они не приняли Иисуса но христианский город он тем не менее разрушается кстати говоря после рим разрушается вандалами еще более страшное разрушение почему люди в том числе праведные люди подвергаются преследованиям разрушению уничтожению гибели и тому подобное и многие в это время обвинили христиан в Риме словно все это из-за них потому что вот раньше когда Рим был языческим городом его никто никогда не захватывал он всегда был таким городом ну как бы сказать вечный город который как бы практически любой армия мог возразить а тут его захватывают не христиане ли виноваты и Агустин говорит нет христиане потому что все таки Рим как город это такой же город как все остальные города это земной город потому что настоящий святой город это вовсе даже не Рим а это некий перемещающийся святой город который находится на небесах и конечно Рим близок к этому святому городу но все таки это не святой город потому что Рим как все остальные города является материальным городом это важная так сказать преамбула потому что она так сказать выражает в определенной степени такую подоплеку что ли появление этого тракта вторая важная вещь которая в том что августин является прекрасным римским ритером в том отношении кроме того что он является одним из и так далее он также очень хороший ритер и он научился этому и его кумиром являлся самый великий ритер а именно с церон и с церон есть книга которая есть попытка описать построить модель совершенного города которая собственно говоря следам Платона части Аристотеля дает некую парадигму совершенного города то есть Блаженный Густин следует этой традиции которая идет от Фатона с церона но у него сразу выступает именно концепцию двух градов и это для нас как бы очень важно как эти два града соотносятся между собой то есть что они собой представляют ну вы видите что эти два града он очень резко разделяет вообще Блаженный Густин до того который принял христианство он был в Евгении и дуалистической религии много чего оттуда дуалистического приобрет свое понимание мира в частности такая абсолютно дуалистическая картина есть город праведный в нем живут праведники есть город злодеев в нем живут злодеи вот и на самом деле граница между международами не очерчена потому что в нашем реальном мире есть то и другое вот но для того чтобы это нести в наших обычных земных городах есть некое представительство небесного города это представительство конечно поступает в лице церкви или в лице священников священников служителей которые как бы представляют земном городе город небесный вот и значит но я хочу обратить внимание это очень важно что для блаженного Густина очень резкая разница до такой степени что он говорит что вот те люди которые ну злодеи которые живут в этом злодейском городе они должны быть уничтожены их так сказать они должны наследовать потом будет два града божественные это рай то есть рай который будет возвращен человеку злодейский город это а и все злодеи вот они будут по Самаду и вот это резкое разделение оно здесь наступает в частности мы говорим что Каин произошел от Катана стоит первый город стоит Каин для своего сына и город Бодейский город и город братоубийство и Авель тоже потому что он праведник мы с вами знаем те кто знакомствует программе что Каин Авель каждый имел свои недостатки и каждый имел свои достоинства это разделение резкое которое есть в частности приводит его к тому что во-первых говорит что он принимает возможность уничтожать язычников и этиков а что он говорит что они должны свидетельствовать пользу за счет того что это народ который был богом и для этого их нужно унижать в общем очень симпатичная картина и тем не менее все-таки нужно отметить что концепции Божественного Агустина есть очень много глубины и в частности он говорит например что Рим основан в результате братоубийства потому что история первого братоубийства кровью брата полиции основания Рима и Рим создан производительский город и таким образом задача так сказать истории это его природить из Владимирского города и ради этого так сказать происходит убавление это очень близко также к убавлению и исправлению мира который мы можем найти в редких структах но тем не менее вот эта двойственность она здесь возникает и она также переносится в Иерусалим вот вы видите в последнем тексте который здесь есть что Иерусалим является изначально это образ града Божия то есть верстный и соответственно но тем не менее именно потому как евреи отвергнуты потому что будучи наследниками града Божия они его отвергли и остались полностью в земном граде то есть что здесь важно сказать что вот такая дуалистическая концепция и концепция очень платоническая которая здесь формирует основание такой политической способе христианства по крайней мере на первом этапе она очень далеко уходит конечно тех людей которые мы видим в иудаизме потому что в иудаистической концепции города очень важно что в самом городе происходит вот это вот объединение Иерусалима верхнего и нижнего Иерусалима оно как раз является центральным моментом здесь нету двух градов здесь есть объединенный град вот в отличие от этого Агустин так сказать мы с этим очень резким противопоставлением потому что как бы высшая реальность на высший город он должен спуститься с небес через притворение через какие-то другие на нации силы которые он опускается вниз а не в результате работы которую осуществляет человек которая должна быть осуществлена в этом мире и вот в этой точке конечно расходят политические философии христианства и политические философии иудаизма исходит из того что соответственно без помощи не без без Бога невозможно построить совершенное человечество общество с другой стороны цель этого мира это именно совершенное общество здесь в этом мире не только лишь ожидание совершенного мира в мире ведущего здесь в этой точке в плане дейты в плане занятия практики здесь расходятся несомненно хотя при всем при том очень много общего идей очень много идей которые содержатся в книге о ограде Божьем августина они потом можно найти и в фиболе и в ведрашах то есть традиции достаточно близки но здесь в этой точке имеется разделение теперь я хотел бы перейти к своей сегодняшней последней теме если у вас есть какие-то вопросы по тому о чём мы с вами говорили я сейчас посмотрю какие вопросы были значит я никак не могу комментировать курс Полонского я прошу прощения хотя Полонский моя группа но я должен заниматься поинтерсом поэтому про маршрует БМЮЗЕВ с точки зрения Вильямского талона я сейчас практически не буду говорить и про Сана опять Полонский что Полонский Вильямский департамент инфицировал а Полонский интерсом не инфицировал я думаю что есть форум и поэтому если вы хотите обсудить его утверждение то я думаю что это делать там а не здесь потому что мне кажется что 9 которые мы сейчас рассматриваем не менее проблематичные и сложные поэтому давайте мы занимаемся теми линиями но опять видимо я поздравляю ответ что его легче так сказать даже заходит документарию в моем курсе но все таки я эти все темы но отношу смотрите конечно же за все 15 минуты которые мы говорили с вами это очень мало но мы не можем потому что он повлиял на развитие политической колоссии в средние века и потом новое время поэтому я думаю что сейчас я перехожу к последней сегодняшней теме это начало большого разговора а именно мы переходим к философию Альфараби Альфараби великий философ мусульманский который живет в 50-м веке и который заложил основание средневековой философии я думаю не только мусульманской еврейской и христианской но в целом потому что он первый систематически прочитал так сказать первый средневекарный альфараби 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 занимается разными проблемами очень много занимается логикой физикой музыкой физикой тесно но между тем вся философия группируется вокруг политики по той причине что и Платона Аристотеля а именно по той причине что в конечном счете целью существовать является познание истины но эта цель познания истины является точнее путем или реализацией более высокой цели а цель настоящего человека это счастье как говорит альфараби альфараби но он ее провозгружает с абсолютной яркостью то есть цель философии в том числе находится в человеке человек именно должен философии принять счастье в состоянии добродетели и по этой причине философия как бы расположена вокруг политической философии потому что именно добродетели люди достигают совместно а не каждый сам по себе значит вот я привел маленьких фрагментов главного сочинения альфараби на нашу тему это не очень большой трактат он опубликован в книге которые называются философские трактаты альфараби который вышел в 1970-е годы в Алмаке вот она есть в интернете значит я здесь привел несколько таких вот принцессов и то что для меня очень важно мы к теме альфараби вернемся через неделю потому что именно на философии альфараби построена способе маймонита то есть наиболее важного философа который занимался политической философией но и поскольку маймонит говорит что вы должны опираться на мнение альфараби то естественно было бы начать именно с альфараби итак значит самое главное что альфараби вопреки вот альфараби на августину он исходит из того что по существу мир представляет собой абсолютное единство и хотя существует материя форма и в этом смысле можно говорить что значит люди так сказать больше соответствуют идеалу или меньше соответствует идеалу но то различие между двумя городами альфараби тоже говорит на двух городах он говорит о невежественном городе это очень интересно к противопоставлению идет не между добродетельным и злодейским городом и невежественным городом и умным а между добродетельным и невежественным потому что о том что город был добродетельным его жители должны быть разумными т.е. они должны вести себе разумную совп supports другу Таким образом, если представить идеальный город, и в этом плане Аль-Параби весьма близок к Иоану Александровскому, хотя я уверен, что он о нем мало чего знал или не знал ничего, но он, по крайней мере, воспринимает ту самую ботаническую идею идеала, который воспринимается в идее идеального города. Но добродетельный город – это город, который соответствует идеалу, а невежественный город, который не соответствует идеалу. То есть, таким образом, между этими двумя городами существует противостояние, не в том смысле, что они с собой воюют или что-нибудь в этом роде, они просто следуют или не следуют этому идеалу. Цель философии – формирование этого самого добродетельного города. То есть, с одной стороны, подстяжение первопричины всего мира, который по Аль-Параби является сам Бог, значит, и предпознание Бога, и воплощение в материальном мире идеалов, связанных с божественным сконом, Богом. Таким образом, Аль-Параби уже объединяет монополитическую религию, для него это ислам, но Аль-Параби, кстати, учил христианских философов и, возможно, еврейских. Ну, там, конечно, я мог с ними сотрудничать, потому что это было принято во время, такое братство ученых разных конфессий. Вот, и он, по крайней мере, свою философию поучил христиан, которые занимались философией, правда, это были не так правильно христиане, не стали они монопититы, но, не менее, они сокровили философию, перевели на арабский язык, философский текст, Аристотеля, Палатона и прочих, рабеев по заимству. Таким образом, он соединяет две разные вещи. Он соединяет религию откровения, монотеизм, этический монотеизм, религию, в которой есть единственный Бог, в которой человеке требует... Ну, конечно. ...сотового этического поведения, и соединенно объединяет это с патанизмом, и особенно с того, как и Аристотеля, репатитизмом. Я вас прошу прочитать маленький текст, который я здесь повесил. Значит, я хочу сказать несколько слов сейчас про вообще судьбу наследия Альфараби, потому что мы к этой теме вернемся в начале следующей лекции и более систематически изложим также элементы его учения. Но сейчас я хочу вас представить Альфараби и познакомиться с Альфараби. Альфараби, как я уже сказал, позаимствовал философию у насчителей христианских философов. Он был одним из первых мусульманских философов, который систематически прокомментировал всего Патона, Аристотеля. После него есть целый ряд других мусульманских философов, таких как Ибн Сина, Ибн Баджа, Ибн Туфель, которые продолжали его проблематику. И для них все одним из главных вопросов было вопрос об отношении метафизики и политики. Потому что политика – это то, чего ожидают от философа, по крайней мере, дали среднего века, чтобы он помог правителю создать справедливое государство, государство, в котором действуют законы и так далее. А основание для такого справедливого государства является метафизика. Но для средневековой философии это так же, как метафизика, является одновременно теологией. Самый историк в своей метафизике сказал, что наука о сущем как таковом – это теология, потому что сущий как таковой – это и есть сам Бог, который управляет миром и перводвигателем. То есть таким образом мы видим такую картину, что Аль-Параби представляет себе, что это теоретическое наследие, изложенное от лечебных книгах пророческих, оно полностью соответствует философии Платона и Аристотеля. Кстати, Аль-Параби так же, потому что доказательства Платона и Аристотеля, они друг другу соответствуют. Потому что он объединил, скажем так, Платоновское учение государства с аристотельским мучением, обозначением материи и формы. И, ну, у него много чего взятое от того и от другого. Он считает, что эти два философа, в принципе, говорят на то же, но поскольку они это говорят по отношению к разным аудиториям, к разным ситуациям, то иногда у них в взглядах возникает серьезное выхождение. Я думаю, что на этом мы должны закончить сегодняшнее занятие. Собственно говоря, я сегодня попытался подвести некий итог пророческой мысли относительно государства. Разумеется, систематически это пока нам делать не удовольствие, но у нас есть, по крайней мере, тензисы, которые пытаются сосредоточить эти идеи в своих персоналахе относительно государства. Их можно увеличить, это количество тензисов. Я буду вам признателен тем, кто высказал свои идеи в этом поводу. Вот эти вот традиции две, о которых мы говорили, то есть традиции греческой философии, Патона, Аристотеля, Супыковской, Благарейцев и так далее, и традиции монотеистической религии, они объединились уже в средние века и породили некую объединенную традицию, которую мы с вами будем говорить еще и в следующее занятие, когда будем говорить про Мальмонида. И именно на этом основе вырисовывается политическая философия нового времени и современности. Наша с вами цель – добраться до современности, то есть мы не останемся в среднем века или в древности, а мы не можем добраться до современности, но прийти к современности с багажом понимания тех оснований, на которых это современность стоит. Так что большое спасибо за внимание. Я жду на ваших вопросах в форуме и жду ваших реакций на тезисы, которые я вывесил в форуме. Я сегодня, я завтра вывеслю еще тезисы о сегодняшнем занятии. И до следующей встречи через неделю. Я надеюсь, в следующий раз будет лучше. Всем спасибо, Илья, спасибо. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok